Здравствуйте! Это программа Коммунальный патруль. Меня зовут Кирилл Политов. В ближайшие пять минут все самые заметные новости и недобросовестные работы сферы ЖКХ Края. Коротко о главных темах. Недоделка года. Какая из новых улиц Барнаула претендует на это звание? Сериал продолжается. Как долго еще будут жить барнаульцы, словно на городском полигоне ТБО? Обещанно уже заждались, когда уже бейчане будут жить под отремонтированной крышей дома своего. Следующая история словно стала целым сериалом. Речь идет о мусорном контейнере, который с определенной периодичностью наполняется под завязку. Вот и в этот раз мусора там хватило бы на несколько спецмашин. Картинка впечатляющая. Вспечатляющая. Смотрим вместе. Мусорное дно, часть пятая. Это участок в самом начале улиц Школьной и Водопроводной. Впечатляет. За этой темой программа «Коммунальный патруль» продолжает следить уже не один месяц. Изменения бывают, но редко. То территория вновь становится образцово-показательной, то опять усыпано ТБО. Правда, как сегодня рассказали местные жители, контейнер все же опустошается регулярно. Остальное эпизодически. По-прежнему ждем в финальной серии. На очереди тема под названием «Когда работа дорожных служб скорее в минус, чем в плюс». Речь идет об улице Балтийской. Там мастера провели ремонт. Все бы ничего, вот только за этот самый ремонт спасибо, хотят сказать далеко не все горожане. Вот та самая улица. Новенькое полотно, новенькие столбы, бордюрный камень. Нет, по мнению местных жителей, здесь только одного – знаков пешеходный переход. Посмотрите налево, посмотрите направо. Ни в ту, ни в другую сторону их не наблюдается. У горожан в итоге есть два варианта. Это либо традиционно нарушать правила дорожного движения, либо идти сотни метров до ближайшего перекрестка. Оба варианта, говорят барнаульцы, неудобны. Нет, ну просто они не успели, они торопились сделать дорогу, потому что тут дороги не было, пешеходных переходов не было. У меня здесь гараж, я тоже не могу дорогу перейти, приходится идти до светофора. А извините, у нас же вот люди идут, то там кому-то надо перейти, здесь же много всяких фирм. Так что, ну будем надеяться, что они сделают. Так что, все, говорится, в наших руках. Шоферы тоже нашли изъяны, уверяют. Двойной сплошной слишком много, так называемых разрывов слишком мало. Обе стороны вынуждены ждать, когда дорожники исправят недоработки. Сейчас этот район-квартал один из самых быстро растущих. В итоге нагрузка на дороги только увеличивается. Отсюда аварийные ситуации, которых могло бы быть меньше, если бы мастера, говорят горожане, все делали вовремя. Все сделать вовремя, просит и городских чиновников, жителей Бийска. Там вот буквально на глазах разрушается одно из зданий. Все те же жители просят восстановить крышу и стены. Чиновники пишут ответы. На днях пришел очередной из них, на этот раз в редакцию наших коллег из Наукограда. На официальный запрос редакции информации на имя главы Бийска был получен следующий ответ. На 2018 год расходы в бюджете города на ремонт данного дома не были предусмотрены. Выполнение капремонта жилого дома возможно после разработки сметной документации. Сроки в документе не указываются. О том, будут ли запланированы затраты на капремонт в бюджет на 2019-й, в официальном ответе также не сообщается. Из документа ясно только одно. В данный момент администрации инициировано обследование дома для принятия решения о необходимости отселения жильцов на период капремонта. Варианты и хотя бы примерные даты возможного переселения не уточняются. Есть в полученном документе один нюанс, точнее буква, за которую при желании зацепится любой чиновник. Вот она. Номер дома, о котором идет речь, 27, а в ответе из администрации указан дом 27А. Может быть, речь идет о разных домах? Вряд ли. Но зато буква А четко говорит о том, что официальную бумагу, видимо, даже не прочитали внимательно перед тем, как нам ее отправить. Напомним, что два года назад сразу в трех квартирах верхнего этажа здесь обрушились потолки. По счастливой случайности никто не пострадал. И 1 ноября по решению обслуживающей управляющей компании дом 27 по улице Советской будет огорожен тревожной красной лентой, как опасный объект. Дело уже идет к зиме. Был составлен запрос на руководителя управления ЖКХ о том, чтобы нам ответили, какие меры уже, какие производятся, может быть, смету или еще что-то делают. На этом у нас все. Давайте прощаться. Увидимся ровно через неделю. Напоминаю, телефон редакции в Барновле прежний 722-301. До новых встреч!